Бендеры въезд со стороны Кишинева, перекресток Ермакова-Кишиневска. Здесь стоит храм Иоакима и Анны. Назван так в честь родителей Девы Марии. Голубой цвет куполов говорит о том, что храм посвящен Богородице, над входом мозаика. В 2003 году здесь заложили первый камень и капсулу с молитвой. Строили почти три года. Для мирского человека отрезок 20 лет – это довольно большой отрезок. Для большой истории это очень маленький отрезок времени, но я благодарен, что этот храм построен без участия каких-либо больших меценатов, каких-то больших жертвователей. Здесь именно участие простого народа. Сегодня в честь 20-летия храма архиепископ Савва осветил церковь и отслужил Божественную Литургию. По православным канонам обряд Великого Освящения дает обновление и особую защиту. По традиции и крестный ход. Все это священодействие говорит о особой благодатной миссии того служения христианского нашего храма, которым он будет, как бы сказать, уже сегодня во всеоружии правды Божьей вести, как корабль церковный по волнам Житейского моря. И, конечно же, людей, которые будут приходить в него, будут защищать, ограждать и утверждать в их молитвенном делании. Прихожане сегодня вспоминали, как строили храм всем миром. Мы работали с Сергеем Радничком сначала, там помогали батюшку, Сергеем Радничком построили, потом переехали сюда, и здесь начали служить с 1 апреля, и по сегодняшний день служим, и каждый день ходим сюда, наш храм, очень хороший храм, служители у нас очень добрые, хорошие наши священники. Люди стали более вразумленные, и приходят сюда в церковь, это очень богатое место. Я если здесь побываю, мне даже легче на душе становится, и красиво все здесь оформили, очень. Здесь озеро, здесь, ну, просто рай этот уголок. На этой неделе православные отметят Рождество Богородицы. Это 21 сентября, а 22 день памяти святых Иоакима и Анны.